Наступающий 2014 год по китайскому календарю считается годом лошади. На политическом олимпе России было немало представителей этого знака. Владимир Ленин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев. Китайский гороскоп утверждает, что рожденные в год лошади любят животных и природу. Но к благородным четырехкопытным в нашей стране пылали любовью не только эти политики. Владимира Путина за годы политической карьеры мы не раз видели в седле или рядом с лошадью. Знатоки утверждают, что президент уверенно держится в седле. Скорее всего, он занимался верховой ездой. Однажды Путин познакомил журналистов со своим питомцем. Пони по кличке Вадик. Мини-лошадь подарили президенту в 2005 году в Казани. Судя по снимкам, к этим животным у Путина самое нежное отношение. Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев очень любил автомобили. В его коллекции насчитывалось больше десятка машин. Но однажды он побывал владельцем лошади. В конце 20-х годов вместе с женой выпускник техникума приехал на Урал. И первой их крупной покупкой стал конь. На нем Брежнев разъезжал по сельским угодиям. Никита Хрущев был ценителем породистых лошадей. В 60-е, собираясь с визитом к королеве Великобритании, Никита Сергеевич выбрал в качестве подарка именно скукуна. Чистокровный карабахский жеребец золотистой масти произвел в Лондоне фурор. Борис Ельцин обожал лошадей. Подаренных ему скукунов первый президент России любил навещать в конюшне по выходным. Он подолгу разговаривал со своими питомцами, а иногда и сам кормил их. Есть легенда, что парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года собирался принимать сам Сталин верхом на белом коне. Но потом изменил свое решение. Якобы во время тренировки с лошади он упал. И парад принял Жуков. Вряд ли это правда, но фотография с того самого парада легла в основу знаменитого памятника Жукову на Манежной площади. Красавца-жеребца терской породы по кличке Кумир тщательно готовили к параду. Говорят, коня мыли с мылом каждый день в течение двух недель, чтобы он стал ослепительно белым. Рамзану Кадырову помог интернет. 25 декабря вечером глава Чечни потерял любимую собаку. И тут же попросил помощи у пользователей сети. Выложил в Инстаграм фотографии пропавшего питомца. Тарзан очень любил о нас всех. Никогда беспричинно не лаял, а не создавал никаких проблем. К большому сожалению, при невыясненных обстоятельствах она покинула территорию резиденции в Грозном. Я был бы признателен за информацию о Тарзане. Готов сделать вознаграждение тому, кто ее вернет. Возможно, кто-то ее привязал, полагая, что она является бродячей. Несколько часов пса искали подписчики и друзья Кадырова. Среднеазиатскую овчарку обнаружили в Ингушетии с помощью пользователя ОМОН РАМС, который и получил обещанное вознаграждение и побывал в гостях у Рамзана Кадырова. История спасения лошадки со смешным именем Маня объединила сотни людей в интернете. А началась история так. Четыре года назад же ребеночка приобрела пожилая пара из Ярославского села Устье. Но бабушка с дедушкой заболели. Ухаживать за лошадью стало некому. Новой хозяйкой для Мани стала Екатерина. Но и ей содержать лошадку было не на что. И тогда Екатерина нашла выход через интернет. И стала регулярно публиковать новости о Мане. У нас новые покупки. Зверек называется Кобыла Маня. Маня очень привлекательная особа. Даже меня очаровала с первого раза. Наверное, стоит создать клуб поклонников. О судьбе лошади узнали сотни людей. Всем миром удалось собрать на корме обеспечение Мани в первый месяц 15 тысяч рублей. Вот такая Маня красотка теперь. Правда, шерстку серую все равно придется долго приводить в порядок. Лошадка маленькая на фотке улыбается прямо в камеру. Вот так здорово. А Маня, наверное, не верит своему счастью. Она и не знала, что так можно гулять. Несколько дней назад добрый человек Наталья Буркова перевела для Мани 6300 рублей на питание и содержание. Павел Носов прислал Мане денег на постой. Какая хорошенькая Маняша. Здорово. Маня родилась под счастливой звездой, нашлась помощь. Сейчас люди помогают. И сейчас вот из Москвы девушка перечислила нам еще 6300. Это на содержание и на кармане. Статья опубликовали и после этого стали получать отклики. Люди все-таки неравнодушны к судьбе лошадей. В следующем году Маня станет настоящей звездой конного театра на Бродвее. И будет помогать деткам в лечении. Это Маня такого формата лошадь, которая подходит для ипотерапии, для лечебно-верховой езды. Наверное, где-то в конце следующего года только она начнет у нас как-то заниматься с детьми. Вот так всем миром с помощью интернета люди помогли лошади. Сейчас Маня счастлива и здорова. В новом году эта лошадка станет настоящим символом не только удачи, но и доброты. Катерина Туркина, Андрей Морозов. Комсомольская правда Ярославль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...